IPO Air Astana. Прием заявок уже стартовал, но стоит ли участвовать? Сколько золота купили казахстанцы в 2023 году? И почему падают продажи доллара? В этом видео мы как раз обсудим эти и другие новости. Всем привет, с вами я Ярнар и это моя рубрика про новости Казахстана из мира финансов, экономики и инвестиций. Так что подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе наших новостей. А также можете найти меня и в инстаграм. Вначале посмотрим за динамика индекса в косе и S&P 500. Начнем с того, что индекс в косе за последнюю неделю упал на целых 2%. Виновниками падения стали Казатомпром, который упал на 5,5% и Каспий, который показал минус 3%. А вот американский рынок не особо двинулся. Но было падение со вторника на среду из-за того, что упали акции таких компаний как Google и AMD на фоне их отчетов. А теперь к нашим новостям. В 2023 году казахстанцы накупили золото на 1,5 тонны. Общее количество проданных слитков составило 38729. Если посмотреть на графике, предоставленной капиталки Z, то больше всего по весу было продано в декабре – 222 кг. А вот если смотреть по количеству, то март остался в лидерах. Тогда было продано более 4,5 тысяч слитков. То есть в декабре хоть и было куплено меньше слитков, зато покупали больше тяжелых. А если смотреть в общем, то за прошлый год больше всего купили слитков весом 100 грамм – почти 11 тысяч штук. Или же 28% от всего количества. Дальше идут слитки по 5 грамм – 25% и 10 грамм – 24%. Среди городов любители желтого металла больше всего в Алма-Ате. Там приобрели 19138 слитков, что в три раза больше, чем у второго места. Жители Шимкенда купили 6300 слитков, и на третьем месте оказалась столица. В Астане было куплено 3507 слитков. Такие слитки можно купить в банках нашей страны, и они продаются в специальных защитных упаковках, которые служат как защитой слитка, так и сертификатами ее качества и подлинности. У меня на канале есть отдельное видео, где я рассказывал о том, как вы можете купить золото, и стоит ли это делать вообще. Ссылка на это видео будет как в подсказках, так и в описании под этим видео. В 2023 году объем нетопродаж, то есть продажи минус покупки долларов обменниками составил 1.78 трлн тенге. Этот показатель на 48 млрд тенге или же на 2,5% меньше, чем годом ранее. Текущее снижение уже второе к ряду. Причинами такого снижения спроса могут быть цифровизация. Например, отправляясь за границу или еще чего-то, казахстанцы вряд ли будут брать с собой много наличных. Конечно же, можно хранить это и на банковских счетах, и оплачивать через телефон или еще чего-то. Второе – это же то, что весь прошлый год ставки по депозитам были довольно высокими из-за того, что базовая ставка была высокая, и поэтому хранить сбережения в тенге было намного выгоднее. Поэтому и спрос на доллар, возможно, упал. Основной вклад в общее снижение показателя внесли жители Алматы. Чистый спрос на наличные среди алматинцев снизился на 209 млрд тенге, до 502 млрд. Среди же остальных регионов сильную отрицательную динамику показали в Западной Казахстанской области, а также в Костанайской. Если говорить о других валютах, то спрос на наличные евро также снижается уже второй год подряд. По итогам 2023 года он снизился на 29% до 214 млрд тенге. Причем снижение наблюдается почти во всех регионах. А вот от рублей в 2023 году люди в основном избавлялись. В прошлом году обменники купили больше рублей, чем продали. В результате на этой продаже составили 8,8 млрд тенге. Но тут не все так однозначно с регионами. К примеру, в Восточно-Казахстанском, Карагандинском и Акмолинской областях хоть спрос и упал, но все же люди их покупают. Больше всего купили в ЭКО почти на 14 млрд тенге. В итоге среднегодовой курс евро укрепился на 9 тенге, а рубля ослаб на 1,5 тенге. А теперь давайте обсудим IPO Air Astana. И стоит ли там участвовать? 29 января компания сообщила, что ориентировочная цена одной простой акции составит от 2.13 до 2.75 долларов. А значит, GDR будет в диапазоне 8,5-11 долларов, так как 1 GDR будет равен 4 простым акциям. Получается, что в тенге одна простая акция будет стоить примерно 950-1230 тенге при курсе долларов в 448 тенге. Окончательная цена будет определена после завершения формирования книги заявок, которая будет проводиться с 30 января по 7 февраля и, наверное, будет объявлена примерно где-то 9 февраля. А торги акциями на кассе начнутся 15 февраля. Многих также интересует судьба Fly Air Astana. Как отметил президент авиакомпании Питер Фостер, лоукостер Fly Air Astana является отдельным юристом, но на 100% принадлежит группе Air Astana. И она будет являться частью проводимого IPO. А планов по отделению у них пока нет. Но это пока что. Им никто, конечно же, не помешает поменять свое решение в будущем. А теперь, если задаться вопросом, стоит ли участвовать в этом IPO, то давайте быстренько пройдемся по некоторым плюсам, и рискам, связанным с компанией. Начнем, давайте, с хорошего. Первое – это, наверное, расширение фондового рынка Казахстана. Выход Air Astana на фондовый рынок сделает его более разнообразным, предлагая инвесторам возможность инвестировать в ведущего национального авиаперевозчика. К тому же, наверняка, компания будет включена в индекс-кассе, что сделает бумагу неотъемлемой частью портфеля профессиональных инвесторов и инвестиционных фондов. Ведь данный сектор является потенциально перспективным, а он у нас будет представлен всего лишь одной компанией. Также есть такое, что акции авиакомпаний могут считаться своего рода хеджем к акциям нефтяного сектора, то есть между ними будет наблюдаться обратная корреляция. Когда цены на нефть растут, то, соответственно, доходы нефтяных компаний будут расти, а вслед за этим будут расти и акции этих компаний. Но, с другой стороны, нефть – это источник топлива для самолетов, а топливо является одним из основных источников расходов авиаперевозчиков. Соответственно, у них повысятся траты и понизится прибыль. А так как у нас в индексе есть две крупные компании из нефтяного сектора, то Air Astana может стать балансиром для этих акций в портфеле инвестора. То есть, если акции нефтяного сектора будут падать, то, скорее всего, акции Air Astana будут расти и наоборот. Это тоже пункт как бы к диверсификации. Второе – это восстановление авиаперелетов и планы на рост. После пандемии наблюдается восстановление перелетов не только в Казахстане и Центральной Азии, но и по всему миру, что, конечно, будет сказываться на доходах компании. В 2022 году компания показала рекорд по выручке и прибыли. И к тому же, в 2028 году, то есть за 4 года, компания планирует увеличить свой парк самолетов с 50 до 80. Больше самолетов – значит больше перелетов, а больше перелетов – больше доходов. Также надо учитывать и рост экономики Казахстана. С ростом экономики будет расти и доход населения, и все больше людей смогут позволить себе летать на самолетах. Что, конечно же, тоже отразится на доходах компании. А теперь давайте разберем некоторые риски, связанные с компанией. Первый – это, наверное, чувствительность к экономическим кризисам. В случае каких-либо экономических кризисов, то будет снижаться спрос на транспортные услуги, что, конечно же, отразится на финансовых показателях компании. При экономической нестабильности люди урезают свои траты на путешествия, что приводит к снижению спроса на билеты. Следующий пункт – это высокие операционные затраты. Эксплуатация авиационного бизнеса требует значительных инвестиций в самолеты, обслуживание топлива и персонал. Высокие операционные затраты в результате дают низкую прибыль и низкую маржинальность. Далее можно сказать также и рост цен на топливо. Топливо, как мы уже говорили, является одним из основных пунктов операционных трат. Поэтому рост цен на топливо сразу же будет приводить к увеличению операционных трат и, соответственно, к снижению доходов. Да и к тому же компании могут начать повышать цены на билеты, что далее может негативно сказаться на спросе. Ну и плюс, конечно, никто не отменял конкуренцию. У нас в стране не раз уже говорилось, что билеты на самолеты дорогие, в связи с чем государство разрешило зарубежным авиакомпаниям выполнять рейсы в ряд наших городов. А будут ли приняты еще какие-то меры в будущем, кто его знает. Да и к тому же, если помните, летом Air Astana оштрафовали на 7 миллиардов тенге за необоснованное завышение цен на билеты. Но компания, похоже, не учла урок и снова была оштрафована в декабре на 900 миллионов тенге за те же самые завышения цен на билеты. К тому же ей запретили повышать цены на билеты по внутренним рейсам до конца 2024 года. Поэтому государство будет следить за тем, чтобы Air Astana не злоупотреблял своим монопольным положением. Теперь, как мы знаем, цена за одну акцию будет в районе от 2.13 до 2.75 долларов. Но давайте попробуем сами рассчитать свою справедливую цену для акций Air Astana. Для этого быстренько пройдемся по ее некоторым финансовым показателям. К примеру, выручка компании за 5 лет увеличилась с 748 миллионов долларов до 1 миллиарда 26 миллионов, то есть где-то на 37 процентов или же 6,5 процентов в год. Чистая прибыль за тот же период выросла с 39 до 78 миллионов, то есть в два раза. При этом в 2022 году маржинальность прибыли составила 7.65 процентов. Это значительно выше, чем у них было до этого. Но еще интереснее со свободными денежными потоками. Они выросли с 13 миллионов до 221 миллиона. Но есть ощущение, что в 2017 году может были какие-то единоразовые траты, что так сильно сказалось на этом результате. Но даже так маржинальный свободный денежный поток за последние два года у них очень высокий для компании из индустрии авиаперевозчиков. К примеру, у тех же американских авиалиний этот показатель на уровне 2-3 процентов. Теперь давайте перейдем к калькулятору. Здесь мы будем рассчитывать три сценария роста компании. Как я ранее сказал, за последние пять лет средний рост выручки составил 6.5 процентов в год. Поэтому давайте возьмем 6 процентов роста на следующие 10 лет как самое оптимистичное предложение. По остальным сделаем 2.4 процента. Кстати, учтите, здесь мы предполагаем рост именно в долларах. Дальше маржинальность прибыли. Сделаем ее 3, 5 и 7 процентов. И давайте все-таки поставим то же самое значение и для денежного потока, так как со временем они в принципе должны быть на одном уровне. Теперь ПНЕ. Учитывая, что выручка компании составила 78 миллионов долларов, а рыночная капитализация при IPO будет в районе 770-962 миллионов, то и ПНЕ сейчас у нее в районе 10-12. Что, кстати, выше, чем у его американских собратьев. У них там в районе где-то 5-7. Получается, что AeroStone оценивается дороже этих компаний, так как за 1 доллар прибыли компании мы собираемся заплатить от 10 до 12 долларов. Для расчетов давайте попробуем взять 9, 11 и 13. И то же самое для Free Cash Flow. И в конце мы должны прописать свою требуемую доходность. То есть сколько мы хотели бы заработать на этой акции. Давайте выберем 12 процентов. То есть мы хотим, чтобы наши акции росли в среднем на 12 процентов в следующие 10 лет. Еще раз напоминаю, что это рост в долларах. А почему 12 процентов? К примеру, вложив деньги в широкий рынок, вы могли бы рассчитывать на 9-10 процентов роста в год в долгосроке. Поэтому, выбирая отдельную акцию, мы увеличиваем свои риски, и поэтому хотим большей доходности, чем нам предоставляет рынок. И поэтому выбираем 12 процентов. И тут внизу у нас выходят разные цены. Если верить нашим самым консервативным предположениям, то справедливая цена AeroStone – это 80 центов. При средних предположениях – это 1,7 долларов. А при самых оптимистичных предположениях – почти 3 доллара за акцию. То есть те цены, которые указала компания, как раз находятся между средними и высокими предположениями. Это если считать в долларах. Но давайте сделаем и в тенге. Выручка в тенге за последние 5 лет в среднем росла на 14 процентов. Поэтому давайте поставим 10, 12, 14 процентов ежегодного роста в тенге на следующие 10 лет. А также изменим и требуемую доходность в тенге. Так как у нас и инфляция выше, и валюта подвержена девальвации. Поэтому, наверное, я поставил бы где-то 20 процентов средней доходности в год. И тогда мы получаем 400 тенге при низких ожиданиях, 815 тенге при средних и 1400 тенге при высоких ожиданиях. В общем, насколько эти вычисления резонны или же нет, решать конечно вам. А если спросите меня, буду ли я участвовать в этом IPO, то ответ будет да. Но я буду участвовать просто чтобы участвовать и на незначительную сумму. А вы напишите в комментариях, какой сценарий расчетов вам ближе и будете ли вы участвовать в IPO и Растаны. Ну а на сегодня у меня пока что все. Если вам понравился выпуск, поддержите его лайком и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать будущие ролики. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами был Ярнар, увидимся в следующем ролике. Всем пока.